Я рассказал про основные узлы и схемы работы зерномета. Сейчас расскажу еще, где его можно использовать, кроме погрузки зерна в транспортные средства. Сама по себе куча с урожаем, она называется бурт. И в этом бурте происходят следующие процессы. Дело в том, что в самом зерне присутствуют различные ферменты и микроорганизмы. И когда зерно какое-то время хранится, в нижних слоях, которые не проветриваются и куда нету доступа кислорода, там происходят различные биохимические процессы. И поэтому зерно начинает само себя греть. И когда оно само себя греет, оно как бы выгорает и портится. И то есть уже происходит процесс, который необратимый. И вот для того, чтобы предотвратить эти процессы, это зерно нужно периодически перемешивать, вентилировать и создавать новый бурт. Вот здесь уже это зерно будет перемешано, оно проветрилось, какая-то влажность ушла благодаря этому проветриванию. И эти процессы на какое-то время останавливаются. И в новом бурте зерно можно еще какое-то время хранить. И вот этот процесс называется перебуртовка. И зерномет помогает нам производить эту операцию. То есть, когда фермер понимает, что уже пора сделать перебуртовку, он использует зерномет. Зерномет загружает в себя зерно из одного борта, оно прогоняется, пока оно летит, оно вентилируется и создается новый бурт. И это зерно перемещается отсюда сюда. И таким образом эти процессы останавливаются.